Ну и в конце концов мужчина начинает понимать, чего в других женщинах нет. Как думаете, мужчины возвращаются после расставания? И как они переносят, если были инициаторами разрыва? Мужчины разные, по-разному поступают. Некоторые возвращаются, некоторые нет. Если они переносят, по-разному кто-то жалеет. Я могу ответить на вопрос, почему мужчины возвращаются? Мужчины возвращаются тогда, когда начинают понимать, что то, что они потеряли, более ценное, чем то, что они приобрели. Мужчины очень быстро обесценивают то, что имеют. У них есть такая качество. Если женщины более благодарны, более ответственны, то мужчины быстро обесценивают. То есть они быстро привыкают к чему-то хорошему и перестают платить за это. То есть мужской принцип. Если ты купил, зачем тебе за это платить? То есть пока женщина не его, он дарит цветы, он делает подарки. Как только он женился, она стала его, он думает, а зачем мне платить? Такая чистая мужская прагматическая логика. В мужской психике она есть, в мужском мировоззрении. Никто не учит по-другому нас. Мальчиков или юношей никто не учит. То есть пока вы девушка, я плачу своим вниманием, цветами, ухаживанием за то, что вы дали мне внимание, женское дали мне секс. Но если ты моя жена, ты уже должна это делать, правильно? Вот вы должны убедить мужчину, что это необязательно. Если вы его жена, то вы не должны это делать. Что должно происходить по-прежнему. Он должен ухаживать, он должен давать тепло. Только теперь он это может получить в первую очередь. Понимаете? А у него должно быть ощущение, что если он перестанет это делать, то наступит очередь второго. Вот это называется женское достоинство. Когда мужчина привыкает, он думает, что вот такая классная жизнь, значит вы хорошие женщины были, вы обеспечивали ему постоянно заботу, все хорошо. И он подумал, что он такой классный, если он уйдет от вас, он все это получит. И он уходит. Помните, как Владимир Маяковский говорил, лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. В нашей психике есть такое качество. Что имеем, не ценим, что имею, не храню, потерявши плачу. То есть мы очень быстро обесцениваем то, что у нас есть. И когда мужчина уходит, он начинает вспоминать, как это быть одному. Он начинает вспоминать, как это на самом деле получить секс, или получить ласку, получить понимание, заботу. Трудно в этом мире получить внимание, заботу, ласку. Женщины скажут, да нет, полно женщин, которые гуляют налево-направо. Ну, так как вы не мужики, вы не знаете. На самом деле очень непросто. Как вы только появляетесь на рынке на этом у девушек и начинаете с ними заигрывать, все хотят девушке замуж. Все. И никто не дает секс просто так. Ничего просто так не дается. И мужчина начинает думать, ага, опять надо ухаживать, нужно вот эти вот смс-ки, вот эти вот все вот эти вот. Вот эта вся вот фигня, которая была до, извините, до момента свадьбы, до момента секса. И он думает, да у меня все это было раньше. Я уже это все заработал. Может быть там все-таки немножко, ну, немножко подкрутить что-то, там немножко постараться и получить это назад. Может быть, ну, и в конце концов мужчина начинает понимать, чего в других женщинах нет. То есть вы должны понимать одну вещь. Я не могу понять, вот если я, предположим, он пришел, я очень часто прибегаю к этой аллегории, я пришел за стол, и там очень много незнакомых мне кушаний. И женщины разные, они как незнакомые кушания. Пока их не попробуешь, не раскусишь, да, ты не поймешь. Ну, вот бывает там человек пришел, попробовал одно какое-то кушание и подумал, ну, все, мне теперь с этим жить. А вдруг что-нибудь другое получше будет? Я же ничего не пробовал еще. А вдруг за углом там будет лучше? Иногда мужчине просто нужно уйти за угол и попробовать. И когда он попробовал одну, вторую, третью, он думает, блин, а первое-то было и правду лучше, а я не верил. Бывает так. Поэтому я сторонник того, чтобы мужчина нагулялся. Вначале. Нагулялся. Поэтому я сторонник того, чтобы женщины выходили замуж за мужчину старше себя. Лет на 10. Примерно. От 5 до 10 лет. Потому что это как раз тот срок, чтобы мужчина, во-первых, эмоционально вырос, материально вырос, был готов. Ну, и к тому, чтобы он нагулялся, чтобы он понял, чего он хочет от женщин. Напробовался. Там, в конце концов. И потом скажет, окей, ну вот, среди того, что у меня в жизни было, эта женщина лучше. И тогда он будет ценить. А если вы увидели какого-нибудь пацана, или там мальчишку, или какого-нибудь молодого человека, мужчину, вцепились в него, женили на себе, а он там сам не понял, вы ему нужны или нет. То есть вы его женили на себе. То через некоторое время он думает, блин, так получилось, что я женился. А может, за углом лучше. И уходит. Если он ушел, попробовал там первую, вторую, третью, четвертую, и потом думает, нет, все-таки моя была первая. Вот он возвращается, тогда имеет смысл говорить о более серьезных отношениях. Но если он меняется. Вот. С мужчинами так. Мужчин нужно, я поэтому и говорю, мужчин нужно отправлять в сад. В сад периодически. То есть если мужчина перестал ценить, тапки в сад. Тапочки собрали, выставили в садик, пускай гуляет. Погулял, нагулялся, вернулся назад. Но вы не торопитесь его принимать. Я говорю, а что вернулся? Он говорит, люблю, не могу. Ну, да, люблю, не могу, это хорошо. Что делать-то будем? Он говорит, буду лучше. Не, 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 не надо, буду лучше. Что ты сейчас уже делаешь, чтобы сделать лучше? Буду больше зарабатывать. Вот когда заработаешь больше, тогда приходи. Буду заботиться. Мне не надо. Когда уже не будешь, а вот когда сейчас я увижу, что ты заботишься обо мне, тогда и приходи. Буду больше цветов дарить. Не, 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 ты еще ни одного цветка не подарил. Вот когда на протяжении двух недель каждый день буду получать букеты, я тогда еще посмотрю. Понимаете? Время слов прошло, потому что какая самая главная женская татуировка, которая должна быть у каждой женщины при рождении, которые должны наизусть знать все женщины, девочки и бабушки. Мужчина говорит делами. Не словами. Делами. 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 Все. Ну что ж, милые мои, урок вы усвоили в теории. А если вы хотите на практике, приходите на мой курс Академии Отношений. Вы еще много чего интересного узнаете. Чего не знаете о мире мужчин?